Печальное обращение Зеленского. Он надел черную майку. Украинские СМИ и ряд военных экспертов утверждают, что Лисичанск не окружен и не взят. А вот американская разведка утверждает, что планы Путина не поменялись и ситуация весьма мрачная для Украины. Ну а также Пентагон рассматривает вопрос, чтобы направлять своих инспекторов, инспектировать то самое вооружение и правильно ли оно используется и туда ли оно используется. Приветствую друзья, сводки из фронтов Украины и не только. 2 июля, итоги. Так и начну я с Лисичанска. Друзья, посмотрите видео на моем телеграм-канале. По понятным причинам я разместил там все. Обязательно подписываемся на телеграм-канал и соответственно вот украинский ряд чиновников и ряд СМИ заявляют о том, что Лисичанск не взят и не окружен. Где-то снимались различные видео. Ну посмотрите и сами, как говорится, все увидите. Ждем, конечно же, официальное разъяснение генштаба ВСУ. А тем временем Зеленский, как обратили некоторые, бдительные пользователи соцсетей, одел черную майку. Как будто на что-то намекает. То он ходил в зеленой майке, а теперь он вдруг уже в черной майке. Значит все черно. И, собственно, печально его достаточно обращение. Где он в очередной раз напоминает, что в городах, в которых не идут боевые действия, люди как-то расслабились и ведут себя беспечно. Ну из его обращения можно понять, что нужно еще немножко потерпеть. Ну а также, конечно же, верить самому Зеленскому и не падать духом. А также весьма интересная статистика по призывникам, которые призывались с Киева. Также на моем телеграм-канале. Честно говоря, меня, как коренного киевлянина, конечно же, эта статистика шокировала. Ну а тем временем разведка Соединенных Штатов Америки сообщает весьма тревожные новости для Зеленского. Путин по-прежнему намерен захватить большую часть Украины, а картина конфликта остается довольно мрачной. Цитирует Рейтерс, директора нацразведки США. Конечно же, о мрачной картине идет речь для Зеленского и западных партнеров. Но Пентагон, к примеру, хочет инспектировать то вооружение, которое поставляется. Пока, правда, речь идет о том, что Пентагон изучает возможность послать в Украину инспекторов, чтобы непосредственно получать информацию о применении оружия, предоставленного США Украине. Об этом заявил Джет Роял, заместитель председателя агентства Пентагона США по оборонному сотрудничеству. Также со временем мы хотели бы иметь возможность увеличить свою осведомленность и нарастить присутствие на месте. Указал он. Дело в том, что некоторые СМИ высказывают сомнения, как применяет вооружение Владимир Зеленский, и не выйдет ли оно за пределы Украины, или же будет использовано так, что это может существенно поднять эскалацию и с угрозой вовлечения какой-то из стран НАТО. Ну и, конечно же, в этом выпуске, друзья, я упомяну Узбекистан и Каракалпакский регион, где начались массовые протесты по поправкам Конституции. Вроде бы были достигнуты определенные договоренности, были даны определенные обещания от властей Узбекистана, но в итоге сейчас введено чрезвычайное положение. введено. Наблюдаем, конечно же, за событиями, с учетом того, что сейчас везде в мире неспокойно, и везде определенные точки начинают разогреваться горячими некими событиями. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.